Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 26 января и давайте посмотрим, с чем у нас закрываются текущие торговые недели и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Вчера доходили до максимальных значений в области 1.2537. Следующий целевой уровень находится на отметке 1.27. Ближайший разворотный уровень можем отметить на минимальных значениях вчерашнего дня. Это отметка 1.2363. Уход ниже этого уровня и закрепление за ним уже будет нам говорить о начале коррекционного нисходящего движения по паре евро-доллар. Пара британский фунт, американский доллар, также продолжает свое восходящее движение. Следующая цель – это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера на отметке 1.4344, ну а затем уже двигаться на 1.4593. Ближайший разворотный уровень пока отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.4082. Пара американский доллар, канадский доллар продолжает свое нисходящее движение. Цели по снижению – это обновление минимумов, которые были зафиксированы вчера на отметке 1.2281, ну и далее уже движение на 1.2117. Ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.2390. Пара американский доллар, японская иена, также продолжает свое нисходящее движение. Следующая цель – это обновление минимумов в области 1.1849, затем движение на 1.1784. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях вчерашнего дня от области 1.10969. Пара австралийский доллар, американский доллар продолжает свое восходящее движение. Следующие цели – это обновление точно так же максимальных значений вчерашнего дня, уход выше отметки 1.818, ну и далее движение уже на 1.8172. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, область 1.810. Еврофунт на текущий момент продолжает свое нисходящее движение. Цели по данному импульсу – это движение в область 86.86, ну и далее уже на 86.30. Если мы увидим еврофунт выше отметки 87.86, максимальное значение, которое было зафиксировано вчера, то уже вероятно будет начало восходящего движения по данной паре. То есть по этому значению находится разворотный уровень. По золоту на текущий момент также тенденция восходящая сохраняется. Следующая цель роста – это обновление максимальных значений вчерашнего дня, уход выше отметки 1.366 долларов за тройскую цену, ну и далее уже движение на 1.389. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях вчерашнего дня, отметка 1.342. А нефть марки Brent продолжает свой рост. Цели по восходящему движению – это закрепиться выше отметки 71.37, ну и далее уже пойти на 72.05. В том случае, если мы видим нефть марки Brent ниже уровня 70.05, то уже вероятно начало коррекционного нисходящего сценария. По индексу DAX тенденция нисходящая продолжается. Цели по данной коррекции – это движение в область 13.220 и далее уже на 13.000 ровно. В том случае, если мы увидим закрепление выше максимальных значений, которые мы делали вчера на отметке 13.444, то уже вероятно возврат к движению на повышение по индексу DAX, а значит и продолжение восходящего тренда. По биткоину на текущий момент пытается биткоин восстанавливаться. Вчера мы доходили до отметки 11.651, обновив локальный максимум за несколько торговых дней. В том случае, если биткоин сможет обновить данное максимальное значение и удержаться выше уровня 10.840, то продолжение восстановительного движения на укрепление будет в приоритете. Ну а если биткоин закрепится ниже отметки 10.840, то новый виток коррекции нас будет ожидать по данному инструменту. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Напоминаю, что если вам нравится это видео, то обязательно ставьте лайк. И чтобы не пропустить следующие видеообзоры, обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем желаю хорошего завершения торговой недели, отличных выходных и увидимся уже в понедельник. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...